Мы выставляем здесь свой проект «Вавилонская башня» на выставке казахстанских художников. Этот проект был сделан 20 лет назад, в 1997 году. Этот проект посвящен всем империям, которые существовали. В первую очередь, конечно, Советский Союз. Это осмысление того процесса, в котором мы находились, как строили саммит Вавилонской башни, как она разрушилась. Эта башня была открыта 7 ноября 1997 года, как раз в день 80-летия Октябрьской революции. И действительно, мы сравнивали Советский Союз, это как бы построение Вавилонской башни. Когда привязана эта легенда, она очень сильно отображала то состояние, в котором мы действительно были. Вот этот Советский Союз, они строили как бы новый мир. И в итоге она все равно разрушилась. Это как любая империя историческая. Она создается, развивается и потом угасает. Ну и потом это с языком связано, естественно. В Советском Союзе превалировал русский язык над всеми, доминировал. А с распадом империи опять все вернулись к своим языкам, как бы разные языки опять образовались. Ну, произошло то, что на самом деле было вот в этой легенде, когда люди строили, они после того, как она разрушилась, и люди перестали понимать друг друга. И они рассеялись по миру. То есть каждый ушел в волна своей культуры, в волна своего языка. Нас удивилось, что через 20 лет, 100 лет Октябрьской революции в этом году, и в этот проект был замечен, его обратно вспомнили, и о нем говорят, и его представляют здесь. Нам очень приятно, мы благодарны. Надеюсь, у нас получилось. Продолжение следует...